дамы и господа всем большой привет в ассортименте первая коляска магазина сети магазинов точнее говоря появилась очень очень достойная колясочка такой сильный игрок в цене около 50 тысяч имейте ввиду я не знаю когда будете смотреть этот обзор цены сами понимаете что с ней происходит ссылка на эту колясочку внизу в описании там стопроцентно актуальная цена будет вот так что вот в этом ценовом сегменте достаточно большая конкуренция и вот эта моделька руди нам дает очень очень хорошее предложение и вообще люблю изи волкеры они очень качественные хорошие колясочки делают и расскажу так знаете по-своему скажем так мне нравится этот бренд но я буду очень скажем так объективным вот что она себя представляет комплектацию два в одном мы смотрим технические характеристики напомню изи волкер это нидерланды два года производитель дает гарантию вес у нас люлькой 12 1 килограмм сидением 12 4 кстати очень неплохой диапазон у этого увидите наклона в прогулочном блоке 110 170 градусов это тоже достаточно хороший результат с рождения до 4 лет ширина колесной базы здесь 62 сантиметра и размер люльки очень достойный 78 на 33 ну естественно максимальный вес ребенка сейчас практически все коляски удерживает около 22 килограмм имейте в виду начнем рассматривать ее сверху вниз вот такая классическая у нас люлька без каких-то особенностей такая нормальная классика есть естественно у нас здесь и проветрить возможность вот эту часть можно открыть на замочке тоже вот и соответственно имеем на козырьке дополнительную такую секцию которую можно завернуть вот у нас тут видите ручка удобная и из интересных фишек здесь снизу только что услышали как и отстегнул обычно если здесь ручка просто тупо отверстие здесь же снизу можно закрыть это отверстие чтобы оно не было сквозным этого я может быть я где-то видел но я не помню это на самом деле большая редкость козырек у нас естественно все стандартно можно регулировать из особенностей что хочу отметить вот эта часть у нас как вы видите регулируется можно здесь полностью положить ребенка или же можно в такой пол сидячее положение поставить накидачка из на мой взгляд недостатка это на липучках липучки они в принципе достаточно долго живут но надежнее было бы система магнитов или же кнопки как по мне это поинтереснее так что касается матрасиков видите матрасик тут толстый большой мягенький и что хочу еще подметить я очень придирчив к тканям внутри ткани сделаны ну крайне приятные мягкие такие дышащие материалы в общем с тканями здесь все очень очень хорошо так давайте теперь посмотрим на люльку снизу можно ли и безопасно ставить на пол чтобы снять по бокам кнопочки так вы смотрите тут целый вагон ножек поэтому они вот видите высокие мы смело можем ставить на любую поверхность не боясь ее как-то повредить давайте теперь поставим прогулочный блок прогулочный блок видите если он снят он вот такой вот компактный легко вот так вот складывается поэтому это очень здорово так естественно прогулочный блок реверсивный и по ходу и против хода можно ставить складывать кстати я покажу чуть позже можно коляску с блоком прогулочным и фишка в том что и по ходу и против хода складывать можно одинаково хорошо поэтому это здорово так давайте посмотрим на сам блочок что он из себя представляет кстати давайте сразу покажу про те самые 110 170 градусов все это у нас мы максимально сидим и вот 170 градусов полностью опустел ну практически ровная поверхность любому ребеночку будет нормально здесь поспать даже на животе поэтому все хорошо сразу давайте посмотрим на козырек как он закрывает в лежачем виде вот так это собственно выглядит единственное смотрите сейчас секция дополнительно вот это открыто она на замочке закрывается и тут снизу вот наполовину сделано москиткой имейте ввиду и здесь вот еще сверху тоже дополнительно москитная сеточка закрывающаяся так что касается самого блока прогулочного смотрите здесь все нормально по-человечески сделано он очень высокий он жесткий я в плане не этот матрасик жесткий сама конструкция сделана не из гамака натянутого нормальная жесткость я имею ввиду полностью матрасик сам мягкий естественно пятиточные ремни паховая зона тоже в мягких накладках плечевая что касается безопасности у нас также есть бампер еще секундочку открою его так вот он откидывается у нас как калиточка с двух сторон одинаково это можно сделать он в к коже здесь у нас видите для аксессуаров есть интересный отсек подножечка у нас тоже регулируется вверх-вниз есть тоже из фишечек эту же подножку можно увеличивать видим да это на самом деле не бесполезная вещь бывает вот тех самых пяти сантиметров чуточку не хватает для вот того чтобы четко ровненько ребенок помещался здесь пожалуйста можно увеличить так давайте сейчас я вам покажу заодно как ее сложить и потом перейдем к изучению рамы напомню и против хода и по ходу одинаково можно нормально складывать для этого нам нужно опустить вниз и перекинуть вот так назад та же самая процедура развернув блок делается один в один вот здесь видите у нас кнопочка и ручка поворачиваем вся конструкция опускается и по моему отлично для такой большой проходимой со здоровыми считаю колесами коляски вот это достижение это большой плюс когда у нас все вместе очень плоско так аккуратненько складывается поэтому 5 баллов вот за эту конструкцию вообще молодцы так возвращаемся в исходное положение так давайте изучать с вами саму раму ручка у нас телескопическая регулировка у нее из особенностей хочу отметить обычно просто так не бывает обычно нужно нажать всего лишь одну кнопку чтобы регулировать ручку а здесь нужно назвать снизу кнопку и большую и тогда регулировка будет доступна имейте ввиду материал обивки что на бампере что на ручке это все эко кожа с очень аккуратненько ровной прострочкой мягенький единственная вот моя личная придирочка мое личное мнение это ручка тонковато мне бы хотелось ручку потолще когда хват более такой мясистый уверенный вот давайте посмотрим сейчас на основании на амортизацию что у нас здесь с амортизацией давайте сразу взглянем понажимаю при вас спереди есть колеса естественно блокируемые стандартная опция без этого сейчас уже никуда что у нас сзади сзади у нас тоже хорошая амортизация из сильной стороны как по мне этой коляски это ее просто гигантский багажник посмотрите на этот багажник туда можно два арбуза засунуть 1 к тому что он очень большие потенциала места много он весь в его основании вшит и жесткие пластины и он не просто висит а есть такие ребра скажу так жесткости это у нас если вот так вот сделать поднять такой скажем потайной кармашек тут нас есть дополнительные секции куда можно бросить что нибудь такое чтобы не привлекал особого внимания телефон например можно туда положить томас давайте сразу посмотрим нажимаем и вот хотелось бы еще раз нажать чтобы он от блоки разблокировался но сожалению здесь не такая конструкция нужно снизу ковырнуть но по большому счету это не страшно потому что снизу сделано прорезиненная такая накладка и она не даст покорябать вам обувь колеса здесь кстати просто резина вы не проходите ее очень большой ресурс у такой резины поэтому с колесами здесь все в порядке вот давайте теперь посмотрим что у нее идет в комплекте так дождевик будет идти в комплекте бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла собственно и все из таких отдельных опций что вам нужно будет докупить принципе дождевик есть максимум накидку на ножки можно было бы докупить на зиму в остальном же как по мне все здесь нормально из недостатков я уже отметил что мне не нравится вот чтобы я сказал в двух словах про эту коляску если мы возьмем бюджет плюс минус там 50 тысяч рублей напоминаю цены актуальные по внизу по ссылке в описании то это очень достойный игрок если мы не берем там всякие польские они не всем нравятся эти коляски вот а из таких хороших скажем так европейцев которые еще и визуально очень даже симпатично смотрятся на нее обязательно обратите внимание потому что места много багажник большой амортизация достаточно все опции которые для жизни есть нужны они все здесь есть и цена опять же и очень-очень адекватная поэтому если интересно и вы выбираете ребенку колясочку приходите в магазин и из много магазинов первой коляски по россии приходите можете убедиться в словах которые в обзоре сказал что коляска действительно достойна внимания с ребеночком посадим покажем все здесь покатаете примите решение я думаю это коляска вас зацепит она вам обязательно понравится но я хочу пожелать лишь хорошего выбора вам колясочки для вашего ребенка и всего доброго увидимся в первой коляске пока